и доброго времени суток вы на просторах игрового канала itch games меня зовут антон или же просто и чем мы продолжаем играть модификацию для варбанда the last days и кстати на заметку у кого там какие-то вылеты случаются вас сейчас покажу одну вещь возможно вы один параметр не поправили и в цитате из-за этого собственно вас вылеты приключать вот здесь в лагере в настройках модификации есть такая весьма важная вещь находится она в настройках геймплея насколько я помню и если я не ошибаюсь настройки совместимости вот здесь нужно максимальное количество отрядов поставить 750 зачем для того чтобы у вас элементарно не вылетала игра когда там набирается очень много войск на собственно карте мира то есть лимит этот он конкретно влияет можно поставить меньше но 750 насколько помню это потолок иначе у вас могут крашиться сохранение и всякое такое в общем-то приключаться неприятная вот эта вещь короче говоря она обязательно противном случае даже если вы ставили фиксы у вас могут быть вылеты все просто достаточно таки стоп блин я выбрал прогуляться вокруг зачем-то ладно сейчас сохранюсь блин не то хотя стоп настройки чтобы поскорее передвигаться по карте как раз имеет смысл в любом случае вот так то есть этот параметр он как я уже сказал весьма и весьма важен так продолжит странствия естественно и мы двигались насколько помню в чертоге трандуила я надеюсь как я уже говорил что этот металл им подойдет противом случае вот нехай сами гуляют там сражаются и всякое такое я уж не не собираюсь прям тут спешно еще что-то добавить о фаню тут нам кое-что говорит о как занятный вид наверное хотел сказать она какой занятный вид я слышала истории об этом месте здесь как говорят крепкие лесовики живут в гармонии с животными и растениями их называют биорнингами как я понимаю расскажи мне больше фанюл изредка какой-нибудь путешествующий купец прибывает в дейл и привозит на продажу самый вкусный мед которым не доводилось пробовать купец еще почему-то приговаривал что мед сделан медведями и смеется я чувствую сладкий запах множества цветов я вижу как пчелы собирают нектар если не возражаете я бы собрала немного трав они нам пригодятся это займет совсем немного времени да без проблем все на благо отряда все на благо отряда данном случае нам нужно все-таки в этом плане как-то стараться все работать о фанюл переходит на уровень 2 молодец давайте-ка заглянем к ней тогда улучшим ее навыки естественно поговорим с ней по нему расскажи про навыки которыми ты владеешь молодец так уровень 2 все дела но мы будем делать из нее в основном лучника понятное дело так хотя конечно у нет ну хирургия у нее есть перевязка ран это все конечно тоже полезно естественно и первая помощь но мы ей поднимем такие стрельбу из лука тут всякое такое нет не верховую в начале вначале просто мощный выстрел например будем ей развивать так возьмем ей поднимем интеллект между тем это нам пригодится для дальнейшей прокачки и и медицинских навыков естественно и мощный выстрел вот так вот это у нас лук ей даст отлично и теперь стрельбу из лука прокачиваем пусть будет лучницей так уж и быть коль в ближнем бою она не шибко все говорят будет полезно хотя тут все дело как я уже говорил от прокачки зависит можно из кого угодно сделать собственно убер машину для уничтожения врагов так тут торин шастает но не хай шастает там мы пока себе компаньонов добываем в отряд нам это сейчас важнее как-никак эльфы трандуил тут чё-то шарится возле своих чертогов ну в общем то ему там и положено шарится это же его чертоги так местный управитель так я принес вам металл а так тут ну да куски высококачества то есть можно сдавать более хороший но отлично держите и что мы получаем дофига очков снабжения эльфов этих очки ранга фракции там и вообще все прям прекрасно отличная работа брайлинга столом наши кузнецы использовать все что вы принесли с умом от их хорошо давайте заглянем в тронный зал может быть фанюл уже согласиться к нам в отряд такие присоединиться вернее не фанюл фанюл то у нас и так в отряде я их уже путаю это луи ванна луи из ванны да плоско ну ничего страшного бывает так луи ванна здрасте шона у вас момента последней встречи ну понятно она все за пауками наблюдает понятно я могу взять тебя с собой возможно я смогу научить вас видоваться быстрее так хорошо надеюсь ты не убежишь до видев первого же орка я бы присоединилась к вам но мой долг быть здесь потратить одно очко влияние фракции эльфа в темнолесе нам нужно очко влияние понятно ищем очко ну влияние так наверное чтобы получить очко влияние нам нужно выполнить задание например короля трондуилла ну я так предполагаю здорово король который внезапно не блондин хотя ты должен быть блондином ну ладно мы снова встретились брайлинка столом и я не забуду как мы сражались бок о бок в великой битве близ города дейл давай еще раз поблагодарим небеса и молимся о том чтобы не возгордиться сверх меры ну да ну да так слушай трондуилушка если у тебя задание для меня есть одно неотложное дело мой ганец должен доставить сведения наших планах полководцам которые уехали в чертоге трондуила его путешествие уже несколько раз откладывалась из-за всевозможных опасностей на дороге но сейчас он обязательно должен прорваться так вот я хочу чтобы он по меньшей мере поехал под хорошей охраной я доверяю тебе брайлинка столом поэтому я был бы тебе благодарен если бы ты довез его в целости и сохранности до пункта назначения чертогов трондуила да без проблем тут пару шагов сделать вот вы можете рассчитывать на меня мой господин превосходно брайлинка столом превосходно на тебя можно положиться ну и шикарно так нам он в отряд по идее дал этого гаврика да движемся вот и все мы выполнили задание вот он гонец очки ранга и очко влияние как раз мы получили и сможем взять теперь в отряд еще эту эльфиечку спасибо за сопровождение брайлинка столом и за то что довезли меня в целости и сохранности у тебя бронька кстати зачет на гонец ваша услуга будет оценена по достоинству для меня было честью служить вам прекрасно входим в тронный зал так луи ванна но теперь то ты пойдешь с нами балин теперь надо ждать опять пока ты там решишь с нами пойти ну хорошо давайте пока сгоняем наверно в каменолом не гномов нам что понадобится понадобится нам там но я не знаю бойцов немножечко взять пожалуй для ближнего боя ближний бой я в общем беру в каменоломнях а стрелков из эрибора но я вроде об этом уже говорил и по хорошему да надо будет наверное сделать как-то подсчет какой-то в плане стандарта действительности столько-то стрелков столько-то этих блин что-то я погнался за этими гавриками за разведчиками гундабаскими вместо того чтоб нормально с этим всем разобраться чтоб там остановиться взять типа бойцов ну ладно возьмем тогда здесь в казармах немножечко приветствую брайан к столом давайте-ка мне нужно подкрепление ребятки ну я таки возьму здесь новогранцев так нам нужно одно место будет поэтому я не беру сразу всех вот так вот сделаем хорошо да 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 я всех верну как же а и теперь отряд отряд но у нас вроде кстати прибыль-то хоть не падает особо плане поступления средств то есть мы выплачиваем но нам хватает того что мы получаем на содержание поэтому все прекрасно так здесь мы дозорных делаем здесь уже в разведчиков переводим так и здесь у нас пешие войны надо вообще как-то наверное действительно стих сгруппировать чтобы было все нормально а то у нас стрелков то куча вот бойцов ближнего боя как-то не шибко подпешие воины железных холмов блин как тебя наверх то понятие забылся можно же как-то и вас вот выше да точно так вот пеший воин с холмов бен толком не видно сколько их там циферки мелкие у меня просто достаточно далеко монитора от меня я нахожусь от монитора где-то буквально в метре наверно поэтому настолько мелкая мне не особо удобно читать я тем более с таким шрифтом но в любом случае так два таких лучника у нас короче у нас в основном стрелки в отряде блин имеет смысл наверное реально взять уже себе этих бойцов ближнего боя в остальном ну ладно с этим мы разберемся в принципе тут стрелки тоже и ближнем бою неплохо их не сражаются гноми я имею ввиду так что нормально давайте обратно пока в чертоге трандуила поедем может быть уже это фанюл ой не фанюл луэвана передумает касательно того вступать к нам в отряд или нет и после этого мы наверное двинемся к биорнингом только вот в биорнингов я честно говоря не помню где именно находится их не там человек которого можно взять к себе в отряд да у них тоже есть собственно такой гаврик как понимаете весьма и весьма клёвый так здесь дейлы ци дейловцы все шастают воюют но мы пока вот собираем себе собственно подкрепление бойцов компаньонов соратников собираем в общем свое братство братство но учитывая что мы кольцо всевласти не несем но у нас есть секира мы собираем свое братство секиры во будем это так называть пожалуйста больше не тратьте мое время на сегодня ладно не буду не буду видимо у тебя еще время не прошло давайте сохранимся тогда между тем сохранить игру здесь у нас бой очередной проходит ярл хелькород с войском кусулак с войском в общем-то против трандуила гладвайтера мириэль да поможем эльфам что же поможем нашим собратьям и я надеюсь что все пройдет нормально и мы не потеряем слишком много бойцов опять таки так что мы имеем естественно мы поможем королю трандуилу куда уж без этого д так пришли на помощь войскам трандуила я читаю это уже потому что мне сказали что мол почему не читаешь там иногда бывают полезные сведения 212 бойцов против 190 ну перевес на нашей стороне естественно на данный момент но это ничего не значит как мы уже узнали и как мы успели убедиться здесь это ровным счетом ничего не значит блин каждый раз приходится конечно спешиваться с лошадки ну что поделаешь она вроде бы как на карте таки увеличивает нам скорость передвижения поэтому я не могу этим пренебрегать естественно так беру пожалуй свою секиру на на так 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 рубаем рубаем на получайте гаврики как так держите гады на на рубаем рубаем этих иродов приклетучих ааа руницы гибните мне нужен опыт мне нужна прокачка воу воу что-то я прям совсем запутался что где тут давайте вы выйдем из окружения так ай-яй-яй-яй-яй блин погорячился ладно ладно я думаю наши справиться и мы хотя бы не так далеко полегли надо было блок ставить не рассчитал у них тут блин секиры и всякое такое тоже как бы надо понимать ну думаю справиться наши должны в основном пока отчеты зеленые и в принципе мы в лесах тут бойцы эльфийские они весьма и весьма неплохи так что надеюсь все пройдет достаточно хорошо ну и гномы опять-таки наши что как бы все нормально пеший воин вот с железных холмов но он оглушен опять-таки если он оглушен то это все хорошо ну как с одной стороны плохо он в бою дальше не будет принимать участие скорее всего но с обратной же стороны хорошо что он не погиб в общем вы меня поняли да так рейнерский конный лучник сидела враги дрогнули битва выиграна хорошо потери у нас 8 убита да кто именно погиб а ну нашу бать кстати погибали по него выранена ну понятно у нее броники нормально и нету а в ближнем бою она не особо ясно союзники и враги но сейчас еще скорее всего бой один будет до против 63 ну нормально справимся только я вот пожалуй таки отойду немножечко назад чтобы элементарно шибко сильно не нарываться на противника шибко сильно не нарываться так бойцы чё-то пошли вперед я смотрю ну хорошо не хай топают мы наверное все таки тоже немножечко вперед пройдемся может кого-то просто так по вылавливаем в плане на держи ладно фиг с ним так хотя бы прибыли новые враги так на всякий случай замахнемся держите топорик мятательный мятный блин так вот отлично ну как животное я не хотел убивать все таки лошадка все дела ну никто не виноват что ну как виноваты конечно люди что используют ее против нас ну что поделаешь без жертв животных к сожалению такие сражения не проходят ура победа все дела у нас четверо убиток к сожалению опять таки отборные пешие воины у нас тут потери да а стоп это темнолевский это то есть нам дали под контроль эльфов ладно так рун побежден вами король трандуил видел это очки ранга фракции эльфов опять таки эльфы все дела короче говоря с эльфами у нас наладились взаимоотношения и трандуил в принципе к нам благосклонно достаточно таки относится сейчас уже что несколько удивительно учитывая его ненависть к гномам все таки да рад видеть тебя бравенка столом вас благодарим же ни пса за победу и оплачем судьбу всех павших да 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 давай давай мне там награду все дела как бы я естественно беру себе гномов в отряд взамен павших потому что как бы иначе нельзя нам нужно хоть как-то покрыть наши затраты в плане военного ресурса ну приозерный разведчик и собственно дельский гвардеец тириона их я оставляю тириона ланистра что ли а гириона блин тириона окей нормально так а бойцы вражьи ну берем блин кого-нибудь там эээээ Низкие, вот, конные, я не знаю, каких-нибудь, нет, так, 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 я не знаю даже, кого в плен брать из них, как бы, давайте, берем, короче говоря, всех, кого можем взять, вот, тут дофига текста, я думаю, он достаточно дорогой должен быть, но я надеюсь на это, да и по броньке вроде как нормально, Воловьи и Воины, вот, Воловьи и Воины, за случаем не люди, повозок, были такие ребятки тоже в свое время, на Гондор, по-моему, приходили, с войной, естественно, так, высококачественного металла, нам надо еще, на самом деле, на гномов будет потом поработать, чтобы ранг себе, естественно, повысить, ну и новые артефакты получить, но пока я занялся, как уже говорил, собиранием себе отряда, поэтому, поэтому, вот так, я думаю, пленных мы можем стать, на самом деле, даже, наверное, в чертогах Трандуила, для чего, для того, чтобы у нас были средства на снаряжение эльфийки, когда мы возьмем ее к себе в отряд, вот так вот, поэтому я, собственно, так и хочу сделать, я привез несколько пленных, то есть, как бы у нас есть очки эльфов, но, как по мне, этого маловато, я хочу снарядить эльфийку, собственно, в эльфийское, и не лориенское, а в данном случае, темнолеское, хоть это и похуже, чем у эльфов лориена, ну, зато это будет как-то соответствовать ее народу, ее фракции, это ладно, Дейл, там, худо-бедно, он с Эсгородом, что ты, с Эсгородом, с Эрибором, очень тесно сотрудничает, как бы, эти два города, поэтому там все более-менее нормально, что мы, да, эльфа не у Гномская, но вот, в случае с эльфийкой, все-таки, это я хочу ее уже изначально в эльфийское все снаряжать, да, 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 ну, добровольцев я не буду у эльфов набирать, я не сноб в этом плане уже, понимаю, что эльфы хорошие стрелки, но в данном случае, на данный момент, как бы, немножечко это не то, что мне требуется, скажем, ну, не требуется, короче, вы меня поняли, так, стоп, очки-то я что-то сбагрил, но у них-то толком ничего нету, блин, о-о-о, ну, неплохие, конечно, пона же, я согласен, но что-то я, блин, забылся, и, короче говоря, металл-то я по ходу дела зря у них, это самое, им скидывать стал, понятно, ладно, ладно, так, а что у вас на складах, провиант, все дела, как бы, кстати, возьмем себе, наверное, немножечко сушеного мяса, это нам пригодится, так, вы получили 161 очко снабжения, да, в итоге мы еще в плюс все себе сделали, ладно, ну чё, Луи Ивановна, пойдешь к нам в отряд, наконец-то, нет, или мне в Эрибор еще смотаться, пока ты вновь захочешь со мной побеседовать, я мог бы взять тебя с собой, я мог бы взять тебя с собой, увезти в синие горы, отправиться за мглистые горы, туда в Эрайт Луин, возможно, я смогу научить вас двигаться быстрее, да-да-да-да, хорошо, короче, с этого момента твой долг быть толще меня, фу ты, толще меня, окей, толстые эльфы, только на канале Ичи Геймс, быть подли меня, потратить 1 очко влияния, то есть ты вообще дешевая, да, ну, в смысле, 1 очко всего требуешь, ладно, хорошо, дайте мне несколько минут, и я буду готов отправиться в путь, то есть ты у нас еще и гермафродит, судя по реплике, да, окей, окей, я буду настороже, эльф гермафродит, дожили, блин, так, ладно, давайте посмотрим, что там, к чему у нее, и разберемся, короче, она, понятное дело, будет с нашим гномом, как я уже говорил, ругаться, ну, тут уж что поделаешь, так, лучник, ну, понятное дело, что она лучник, да, воитель, какими навыками ты владеешь, хоть покажи, ну, понятно, ловкость, 18, нифига себе, у тебя, блин, параметры, интеллект, 12, ну, понятно, так, железная кожа у нее взята, неплохо, так, выстрел, понятное дело, атлетика, ну, это важно для лучника, согласен, слежение, она может нам как раз трубки прочитать, следы всякие показывать, хорошо, зоркость, поиск к пути у тебя, а, ну, есть вроде, да, блин, не пойму, ну, да, есть поиск к пути, то есть нам передвижение уже увеличит, это тоже прекрасно, ну, и зоркость, да, поможет, в общем-то, ваше поле зрения, отряда увеличивается, а, ну, понятно, ну, тоже полезная штука, когда кого-то преследуешь, у тебя еще и перевязка ран есть, то есть дополнительно плюс такой, да, навыка скорости извлечения отряда возрастает, ну, вообще, шикарно, то есть она будет вместе с Фанюл хорошо работать, прям, на пару они будут хорошо сочетаться, ну, и да, мощный выстрел, естественно, куда же без этого, куда же без этого, понятно, ну, и да, у нее, блин, стрельба прям вообще, и все хорошо, хорошо, в этом плане, как я уже сказал, все хорошо, снаряжение покажи теперь, легкая кожанка, 16,8, 23 сапожки, 25 короткий лук, стрелы, плюс 4 курона, да, стрелы все-таки, наверное, надо будет для Фанюлу и Эльфа взять, они самые такие нормальные, темнолеский белый кинжал, 24,17, темнолеские сапоги, 23, ну, у нас армия будет пешей, как я говорил, кстати говоря, поэтому в плане конную верховую эту езду я, в общем-то, особо и не высматривал, так, зайдем тогда в кузницу, давайте что-нибудь ей присмотрим нормальное, так, 42, 45, так, темнолеский королевский шлем, копенечка, что у нас по ресурсам там, блин, ну, это дороговато будет, слушай, за две штуки, за две, не, я могу, конечно, взять, ну, блин, что называется, жаба, начала душить, ладно, а что там с луком, так, плюс 4, сколько они, 895 стоят, нифига себе, ой, нифига себе, так, взорванные кожаные перчатки, ну, перчатки, понятно, надо будет ей взять-то, стрелы, лук, а, ну, лук, пока, короче говоря, лука более хорошего, я у них не наблюдаю, меч, меч имеет смысл, конечно, ей буду взять тоже, но потом, да, так, толстые темнолеские кожаные, позже, ну, за 8 штук, шибко жирно будет для нее, все-таки, короче, берем, еще будем разбираться с этим, куске металла сбагриваем все, там будет видно сейчас, что мы сможем закупить, что не сможем, так, ну, пожалуй, шалем, возьму ей тогда, темнолеский лук, 25 колющий, у нее, по-моему, просто 25 рубящий, да, колющий, рубящий, колющий хорош тем, что он толстую броньку будет пробивать, тут и это влияет на самом деле, точность 99, скорость 93, фиг его знает, наверное, еще броньку возьму ей, если хватит, хватит, нет, вы отдали, 3 829, а, ну, в принципе, еще есть, да, нормально, нормально, так, сапожки, блин, сейчас одену, я забыл уже ее параметры, сейчас мы под конец этой серии, в общем, с ней разберемся, чтобы вы тоже видели, чтобы не говорили, что вот, начатерил там, все дела, броньку ей откуда-то, убер достал, нет, прям вот на ваших глазах, все закуплю, чтобы потом таких разговоров не было, мало ли, так, короткий лук, 25 рубящий, да, ну, темнолеский, и этот, по урону, смысла нету, короче говоря, брать на данный момент, что-то другое, пусть пока с этим бегает, блин, стрелы тоже нормально, для ближнего боя, фиг с ним, кинжальчика пока хватит, я думаю, так, 23, эти сапожки, давайте, короче, ее сразу приоденем, 22, 20, так, в 16, 8, 22, 8, держи, вот, бронька, блин, как она постройнела сразу, смотрите-ка, что называется, смени костюмчик, блин, так, ну и на голову, естественно, шелем, да, чиполина, блин, вместо эльфийки получился какой-то, ну ладно, чимарина, чиполина, чиполина, блин, так, ну сапожки, короче, за 23, и вот перчаточки, еще тогда куплю, чтоб уж хоть ручоночки были, хоть чуть-чуть ее защищены, конечно, потрачусь, но в конце концов, с другой стороны, я особо не собираюсь больше закупаться, пока у эльфов, так что нормально, терпимо это, в общем, так, держи кожанку, так, плюс 30, ну да, защита ног, но с другой стороны, зачем ей такая крутая, так, 23, блин, я забыл, сколько, а, кожанка, хотя, нет, перчатки, короче, я ограничиваюсь, в принципе, сапожки у нее вроде как какие-то же там есть, вот, хотя даже без перчаток сойдет, ладно, фиг с ним, нормально, пойдет, щит может еще взять и, я не знаю, даже с подселением 20, щиты у них, кстати, хорошие весьма, я смотрю, в этом плане, то есть, получше, конечно, все, скорость пониже, да, ну, не знаю, не знаю, короче, пока пусть так будет, броня какая-никакая есть, с другой стороны, нормально, сойдет, вот, на этом, что же, я закончу данную серию, надеюсь, вам понравилось, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, вступать в группу ВКонтакте, вырубать блок рекламы, и делиться видео, да, в общем, делать все то, что помогает развитию канала, ну и что же, на этом все, с вами был Антон, или же просто Ичи, вы были на просторах игрового канала, Ичи Геймс, и всех вам благ, удачи, пока, пока,